а сейчас давайте с вами разберемся с каждой из реализации метода фильтр изменим вот эту нашу с вами конструкцию до этот фильтр и для начала передадим туда какую-либо в общем синтаксистическую конструкцию например отберем наши с вами параграфы которые обладают атрибутом спан для этого укажем вот такое вот прошу прощения атрибутом спана атрибутом класс для этого укажем с вами вот такую вот конструкцию до сохраним документы пойдем в браузер посмотрим что получилось выделились у нас 1 и 2 параграфы почему потому что они обладают данным параметрам у этого класс с 1 а у этого сразу два класса с 2 и с 3 остальные же так классами не обладают вот и теперь давайте еще поработаем с реализации метода фильтра который принимает функцию так эту строчку комментируем и здесь изменяем мы с вами создадим сейчас анонимную функцию сначала без параметра а потом с параметром возвращать она у нас с вами будет булевое значение на основе чего-либо и так давайте сначала поработаем с параметром здесь забываем что здесь в данном случае это дом элемент не джейквери объект поэтому применять к нему можно именно функционал джава скрипта для работы с дом объектами например давайте применим метод хэс атрибют и передадим название атрибута пускай это будет айди данный метод вернет булевое значение опять же так прошу прощения в общем если тот элемент к которому применен данный метод обладает атрибутом айди то вернем труда то есть дадим команду ой прошу прощения что я заговорился в общем дадим команду до на то чтобы выделить этот элемент в противном случае вернем фолз вот не забываем расставлять табуляции так сохраняем документе и идем браузер смотреть что у нас получилось обновляем страничку до выделился только один товаров с индексом опять же единица возвращаемся в dreamweaver смотрим почему он выделился а все потому что он обладает атрибутом айди да ой прошу проще нет а вот этот наш с вами параграф если мы с вами еще и третьему параграфу зададим атрибут айди пускай это будет да какой угодно да вот такой пускай рандомный айдишник зададим идем браузер равновим страничку до теперь уже два параграфа у нас будут выделены возвращаемся к нашему коду теперь давайте опять же за комментируем все это наше с вами выражение так по и поработаем с реализацией данного метода да которая принимает параметр как я вам говорил параметр который она будет принимать это индекс элемента в объекте jQuery опять же индексация с нуля давайте теперь сделаем так если наш с вами индекс будет равен нулю или наш с вами индекс будет равен какой параграф выделим ну пускай это будет это будет параграф с индексом 2 индекс у него до 2 так или наш с вами будет индекс равен двойки то опять же возвращаем труда даем команду на обделение элемента если нет возвращаем фолз сохраняем наш с вами документ тем браузер смотреть что получилось обновляем страницу да получилось у нас то чего мы с в общем хотели чтобы у нас получилось и на этом мы с вами завершим данный урок в следующем займемся рассмотрением методов для относительного поиска элементов